После того, как стало известно, что боевики Нацгвардии захватили славянский керамический завод, ополченцы отправили туда разведгруппу. Главная задача – выяснить, сколько человек находится на территории предприятия и чем они вооружены. Роман, какая боезадача? Зачистку сделать завода. Пятеро представителей самообороны Донецкой Народной Республики высадились около леса и по полю. Прячась в высокой траве, пошли к промзоне. Каждому команда внимательно смотреть по сторонам. Снайперы могут быть где угодно. На всякий случай сзади осталась группа прикрытия. Когда на горизонте показался корпус завода, один из разведчиков на несколько секунд вышел из укрытия. Специально рисковал жизнью, чтобы понять, где сидит снайпер. Сверху с митюром. Звук РФД. Наши прикрывают, там зачищают. Мы основная зачистка идем. Судя по звукам, у боевиков Нацгвардии не только автоматы, но и минометы. Разовые выстрелы сменяет канонады артиллерии. Вот, кажется, снайперы заметили разведчиков чудом. Ополченцам удается укрыться. Задача выполнена. Разведка показала, где именно расположились боевики, захватившие завод. Мы наметили нас хорошенько. Прямой наводкой. Видать, видно где-то. Или корректировщик рядышком сидел. Он на заводе корректировщик, да. Что-то видел рядышком, как ложили. А последние две прямо в крышу. Видимо, на территории предприятия представители Нацгвардии Украины планировали оборудовать еще одну свою базу, чтобы отсюда бомбить Славянск. После часовой перестрелки ополченцам удалось оттеснить боевиков и самим занять керамический завод. В ближайшее время вокруг него установят блокпосты. В результате этой спецоперации нет ни погибших, ни раненых. Боевую разведгруппу в самообороне набрали недавно. Задача добровольцев – контролировать перемещение украинской армии и сообщать о местоположении боевиков, а также об их вооружении и планах. Таким образом, уверяют ополченцы, им удается держать под четким контролем украинских военных, осадивших Славянск. Держимся плечо-плечо, прикрываем друг другу спины, входим в наступление, делаем чистки. Все эти ребята, они не военные. Они трактористы, учителя в школе, водители, слесаря. После короткой передышки разведгруппа отправится в следующий рейд. Есть информация, что армия Украины и Нацгвардия ждет усиления. Нужно понять, где именно оно произойдет.